Всем привет друзья, с вами Беркли, ну а в этом видео я покажу вам как заменить стандартный звук Grand Theft Auto 5 из такого на такой. Я надеюсь вы уже подписались, а мы начинаем. И для того, чтобы заменить данный звук, в принципе стандартный, вам нужно сначала скачать звук, на который вы будете его заменять. То есть вот скачиваем здесь Subaru Engine Sound, вот такой вот ребята будет брутальный звук, который я нашел на этом сайте. Я покажу вам как его установить. Загрузили, также в этом видео будет установка только звука. Если вам нужна какая-то Subaru такая, то вы можете ее установить по отдельному видосу, там я ссылку оставлю в описании, как устанавливаются машины. Можете перейти и установить. Также для установки звука нам понадобится программа Open4, загружаем ее с этого сайта. Также нам понадобится Scriptuk5 и Scriptuk5.net. Вот, скачиваем его с этого сайта. Ну и Trainer Menu. В этом видео я покажу вам два способа, как можно поставить, то есть как заменить звук и как поставить ее еще на одну машину. То есть здесь будут два таких вот универсальных способа. Сразу скажу, мы будем заменять звук вместо автомобиля Sultan RS. То есть заменим стандартный звук Sultan RS на более такой вот прокачанный, более брутальный. После загрузки наших файлов нажимаем показать папки и открываем нашу корневую папку из Grand Theft Auto 5. Открыли и перебрасываем туда, где ярлык нашей гиташки, нашей файлы. То есть Scriptuk5.net открываем, перебрасываем вот эти вот файлы, ребята, туда, где ярлык. Я пропускаю, потому что они у меня уже есть. Если у вас уже есть какие-то файлы, то есть Scriptuk, Trainer, не обязательно еще раз их устанавливать. Потом BIN, DINPUT8.dll перебрасываем и перебрасываем Scriptuk5.dll туда же, где ярлык нашей гиташки. Я показываю для тех, кто, возможно, первый раз зашел на мой канал, чтобы ему было понятно и чтобы у него все работало тоже. В меню Single Player также копируем нашу папку, где ярлык нашей гиташки. Берем и перебрасываем вот эти вот, ребята, два файла. Так вот взяли и перебросили. Я пропускаю, потому что он у меня уже есть. Вот. Дальше можем их удалить, которые мы уже установили. Вот эти вот, ребята, три файла. Запускаем программу Always The Tube. Это программа Open 4. Вот она, ребята, у нас запустилась. Сейчас нажимаем русский, продолжаем, принимаем здесь все условия, продолжаем. Путь установки оставляем как есть, скачиваем 28 white файла. Опять-таки, у кого она, программа эта уже есть, то не обязательно ее еще раз устанавливать. Устанавливается наша программа. Сейчас мы ее запустим и установим наш звук. Видим, появился ярлык на рабочем столе и ждем, пока наша установка закончится. Закрываем после завершения. И удаляем опять-таки тот ярлык, который мы уже установили. Осталось установить только Subaru Engine Sound. То есть, Open 4 открываем для этого. Нажимаем здесь Windows. Сказываем путь к нашей GTA, Disk D, Flash, Steam Library, Steam Maps, Common Grand Theft Auto 5 и выбор папки. И видим, у нас такая-то версия. Нажимаем продолжить. Еще раз продолжить. Активируется наша программа. И сейчас будем устанавливать наш звук. Данная программа бесплатная, так что она у вас спокойно активируется и запустится. Нажимаем нет, спасибо. Потом нажимаем здесь редактирование и нажимаем да. Переходим в вкладку инструменты, Asi Manager и проверяем, чтобы у нас здесь было все установлено. Если что-то не установлено, как здесь, то нажмите установить, чтобы все было зеленым. И закройте. Далее распаковываем наш Sound Mode. То есть, Subaru Engine Sound. Вот так вот распаковываем его. Здесь будут два способа установки. То есть, первая версия и вторая версия. В принципе, вы можете распаковать данный мод и послушать, как он звучит. Но мне нравится вторая версия. Она более такая вот, ну так сказать, брутальная, что ли. Вот как будто какой-то корч, да. Вот как раз для Subaru подойдет. Я буду устанавливать Subaru Version 2. То есть, открываем. И нам нужно эти два файла установить сейчас. Для того, чтобы установить данные два файла, вам нужно перейти по следующему пути в Open 4. Обязательно должно светиться у вас редактирование. Нажмите на него, чтобы светилось. Далее переходите по следующим вкладкам. Update, x64.cpax. И ищите здесь MP January 2016. Вот оно, ребята. И нажимаем здесь DLC RPF. Далее нажимаете копировать или показать папки mods. Я нажимаю показать, потому что у меня уже скопировано. У вас может будет копировать. Нажмите копировать. И вас перенесет папку mods и создаст там папку. Продолжайте путь. x64, audio, sfx, lc-ya16. И нам нужно заменить эти два файла, ребята. На вот эти вот. Просто берем и вот так вот, ребята, их перекидываем. Перекинули. Видимо, они у нас заменились. И все. Вот так вот, ребята, все устанавливается. Выключаем редактирование. Закрываем программу Open 4. И запускаем нашу GTA. Я покажу вам, как это все настроить. И как оно будет работать. Вот, ребята, запустилась наша GTA. И обязательно подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Ну и как же найти этот звук, в принципе, вот есть один способ. Просто запускаете меню трейнер. Нажимаете клавишу F8. Потом нажмите еще раз клавишу F8. Если он сразу же не запустился. Переходите в Ecospawner. И ищите здесь, ребята, Super. Вот. Потом ищите, вот где-то здесь у нас есть Sultan RS. То есть мы заменяли звук на стандартный автомобиль Sultan RS. Запустили. Enter нажали. Вот. И давайте послушаем, что ли, этот звук. В принципе, ребята, как видите, все заменилось успешно. Вот, ребята. То есть мы заменили звук на Sultan RS. Но, если вы установите такую же, то есть Subaru, которую я оставлю в описании под данным видосом. В принципе, ребята, как устанавливать машины, я оставлю видео в описании. Там сотни видосов по установке машин на канале. Кто не знает, можете прийти и посмотреть. И данный звук будет у вас тоже на этой Subaru. То есть, смотрите. Садимся. Ну, вторая версия, она такая более громкая. Первая версия, она более тихая. То есть, мода этого. Вот. Давайте прокатимся. Ну, во второй версии, так сказать. Здесь, ну, прострелы более тихие. Так что, если вам нравятся громкие прострелы, так что можете устанавливать первую версию, так сказать. Ну, в принципе, она тоже здесь неплохо. Ну, как видите, прострелы достаточно-таки сильно изменились. Так что, ну, давайте я еще прокачаю данный автомобиль сейчас по-бестрому. Вот, ребята, я прокачал по максимуму ее. Вот. И сейчас... Вот такой вот, ребята, выход. Ну, вторая версия, так сказать, та, которую я сейчас установил. То есть, у нее более громкий, ну, звук двигателя, да? Такой вот. Первая версия, там более тихий звук, но более громкий этот выхлоп... Ну, выхлопной. То есть, отстрелы более громкие. Так что, можете на свой вкус это все установить. Ну, и, ребята, второй способ, как же, допустим, как установить звук на другой автомобиль. То есть, если вы установили там, допустим, какой-то гелик, и я сейчас на него поставлю этот звук, который в Субар... Ну, да, звучит, конечно же, немножко так себе, да? Но все равно я покажу как пример. Вот, ребята, я себе заспавнил SRT-8, то есть, и слышите у него вот такой вот звук. Ну, обычный такой звук, стандартный из GTA-шки. То есть, как на него поставить звук из Субару, то есть, из... Или из этой Султан Эрески. Для этого просто тот же меню открываете. Вот. Переходите в раздел Vehicle Options. Нажимаете Enter, потом переходите в Vehicle, то есть, в меню Customs переходите. Далее ищите, спускайтесь сюда вниз, здесь, и ищите здесь двигатель аудио. Вот. И Select Vehicle. И сейчас вы можете выбрать звук, то есть, который вы хотите поставить на данный автомобиль. Вот. Давайте послушаем еще раз. Вот такой вот, ребята, у нас звук. Я сейчас поставлю звук с этой Эрески на этого джипа, то есть, SRT-8. Вот. Сейчас ищем Султан Эрес, который... Так как на Султан Эрес мы заменяли звук, поэтому... Вот. Видим Султан Эрес. Enter. И слушаем. Да, ребята, видите, еще такой вот способ замены звука. То есть, вы можете также выбирать любой стандартный звук, который вам нравится. Или заменить его на кастомный, как я показал также в этом видео. Как видите, ребята, все работает нормально, так что можете смело пользоваться данным способом. Вот. И устанавливать его. Ну, конечно же, звук на данный SRT не очень подходит. К Кубару, да? Лучше бы какой-то другой звук был. Но я потом уже в следующих видосах покажу, как устанавливать еще звук. Конечно же, он на Субару больше подходит. Ну и вот такой вот, ребята, у нас установился звук. Также, в принципе, давайте еще экспериментируем. Поставим звук на этот SRT из какого-то мотоцикла, да? Так сказать. Сейчас попробуем. Вот. Сейчас заходим. Где у нас здесь мотоциклы? Select Vehicles. Вот. Ищем здесь Motorcycles. И, допустим, это Akuma. Слушаем. Да, конечно же, звучит немножко прикольно, но, в принципе, да, ребята, вот так. Ну, я поставлю звук этого мотоцикла на этот Jeep, только из-за того, чтобы вам показать, как это, ну, меняется все. То есть, вы можете это все изменить. Вот. Или же, ну, как я показывал, просто изменить звук. Установить автомобиль Субару. Заспавнить его там же. То есть, не забывайте, что автомобиль Субару спавнится. Там другая команда будет. То есть, будет написано Sub и VRX. Когда вы его установите, Sub VRX, и тогда ваша Субару заспавнится. Но вам нужно сначала его установить. Ну, на Субару он, как бы, стандартно есть. Вот этот звук установлен. На Субару он больше подходит. Вот, ребята. Ну, и всем большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, я кому-то помог. То есть, данным видосом. Если вам понравилось данное видео, чтобы выходили подобные еще видео, тогда просто подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки, пишите свои комментарии. Ну, и можете скидывать в Дискорд предложения по установке, другие звуки, которые вы хотите, чтобы я показал на канале. И до свидания. Всего хорошего.